всем привет дорогие подписчики и зрители канала с вами локи мы продолжаем карьеру за криштиану роналду фифа 22 на ps5 это финальная карьера на канале в 22 части уже совсем скоро на следующей неделе у нас ребята выходит 23 фифа официально и мы будем там создавать новые карьеры какие-то новые проекты в общем будет куча контента будут также и стримы по онлайн режимом так что ребята подписывайтесь на канал не забывайте прожимать колокольчик чтобы всегда быть в курсе новых видео ну а также не забывайте заглядывать наш телеграм-канал если вам не приходит уведомление на ютубе там дублируется выход серий там также анонсы стримов какие-то гайды новости и в общем куча контента ссылочка есть закрепленном комментарии там же в ссылочках есть ребята канал трава у нас там будут стримы но стримы скорее всего будут и на трава и на ютубе о фифе а по каким-то другим играм по просмотрам фильма все это на трава ребята так что тоже заглядывайте это такая площадка со стримами там только стримы у нас ребята сейчас идет середина группового этапа лиги чемпионов я думаю сегодня в серии решится кто же выйдет не самое интересное я сейчас смотрел перед началом этой серии кто же у нас лучший бомбардир и на данный момент лучший бомбардир лиги чемпионов это криштиану роналду но второе и третье место занимают футболисты динамо загреб и как мы видим в группе динамо загреб с нулем очков идет на четвертой строчке вот так вот эти ребята колепают голы но этого для побед мало как мы видим криштиану роналду попал в кандидаты на звание лучшего игрока месяца октябрь прошлых два месяца роналду забрал себе будем надеяться что и в октябре у него получится стать лучшим игроком сейчас у нас серия начинается матчем против бенфики я думаю мы сегодня сыграем как раз таки здесь с бенфикой из на поле на что-то еще про симулируем что-то сыграем потому что нужно ребята успеть до выхода 23 фифы закончить эту карьеру не если играть все матчи сейчас то возможно нам просто не хватит времени поэтому что-то со слабыми клубами мы обязательно просимулируем и вот они стартовые составы и давайте ребят отправляться на матч комментариях ребята подмечают что у криштиану роналду будто вторая молодость он действительно в нашей карьере перейдя в мадридский реал начал показывать какие-то фантастические результаты он забивает довольно много он много отдает он лучший уже после прихода в мадридский реал на протяжении двух месяцев невозможно в октябре если он получит награду то три месяца подряд роналду будет лучшим игроком испании а это весьма и весьма серьезная заслуга оценку нам нужно завоевать не ниже девяти отдать один голевой пас и сделать пять передач на половине поля соперника это все не очень сложно если игра пойдет ну ладно пять передач на половине поля соперника мы сделаем оценку если получится тоже заработаем голевой пас возможно но хотелось бы конечно и забить но пока бенфика в атаке и вот такой вот опасный выстрел ну не за но куртуа показывает что он спокоен ребята вы тоже успокойтесь не стоит волноваться нужно действовать поаккуратней забрасывает на криштиану роналду тот пытался принять мяч на грудь но все-таки защитник бенфики не для красоты на футбольном поле и тут же гости в контратаке но хороший перехват криштиану на одном движении сейчас уходит от соперника винисиус передача дальше а вот там к сожалению не получилось не успели немножечко роналду навязывает прессинг ну и у нас получилось отнять мяч и бенфика заметьте они понимают что им нужны очки сейчас как раз таки игра с нами это шанс сравняться выйти на первое место ну не снова хорошая передача на правый фланг пас на ну не за заблокировали милитау там просто всем телом блокировал этот выстрел и у него это получилось 18 минут позади пока что гости поактивнее действуют но ребята иногда такой активности может не хватить все-таки для взятия ворот криштиану роналду прокидывает мяч дальше юрий тилиманс а там в офсайзе был родриго сегодня с первых минут не ассенсио небольшой такой интересный ход нашего главного тренера им еще одна передача еще один удар ну не за и здесь мяч свалился с ноги ну по моментам конечно бенфика впереди у нас пока особых ударов не было юрий тилиманс роналду винисиус удар ближний надо было бить в дальний верхом но тоже неплохо пристреляться необходимо у нас 31 минута и классненький заброс на гонсалвиса он сейчас делает скидку на ну не за снова удар поворотом и снова все заблокировано это криштиану роналду удар поворотом и гол и никакого офсайда нет как-то очень легко дали здесь роналду принять мяч на секунду я подумал как возможны многие футболисты бенфики что был офсайд но боковой флажок не поднял и роналду аккуратно переигрывает галкипера бенфики и выводит мадридский реал вперед 1-0 вот здесь могло показаться что было положение вне игры но роналду мастерски исполнил конечно с угла вратарской с левой просто как рукой закинул никаких шансов у галкипера бенфики и в итоге 1-0 все их старания пока что идут на смарку ну а мы ребята за две минуты до конца первого тайма выходим вперед и делает это криштиану роналду кто как не он одну минуту добавил главный арбитр ну не снова бьет очень много ударов сегодня было в первом тайме от него но большинство из них было заблокировано и пока первый тайм у нас 1-0 смотрим что будет во втором загребская динамо и наполе пока играют мячу 0-0 там решается борьба за третье место им потому что у наполя очков тоже не очень много и у динамо загреб еще но мне кажется шансы есть другой вопрос воспользуются ли они этими шансами и наберут ли очки ай 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 вот здесь я не ожидал что тони кросс так классно исполнит пяточкой гонсалвес одноклубник по сборной криштиану роналду сейчас на правом фланге тащит мяч прокидывает его на линию штрафной неплохо разыгрывает бенфика удар поворотом ближний и снова тиво куртуа на месте еще один розыгрыш и снова ребята снова тиво куртуа на месте качает соперника бьет роналду хороший момент но немножечко сильно полетел мяч но красиво вот и двойная замена лука модрич и осенсию давненько мы модрича на поле не видели все чаще был тони кросс либо выходил камовинга но вот сейчас наш главный тренер выпускает модрича и сегодня у него такие довольно интересные перестановки и родриго с первых минут и модрич появляется на поле ну а бенфика снова идет в атаку и снова потеря решить я ну классно на осенсио роналду и офсайт буквально на пол корпуса роналду оказался в положении мне игры какая тонкая передача на венисиуса от модрича и венисиус не получилось забить куда роналду и какой галешник дальнюю девятку это красотища криштиану роналду делает дубль но посмотрите как он ударил слева и здесь мне кажется никто не ожидал что мяч может полететь именно так сегодня два мяча роналду с левой но этот был восхитительный в самую девяточку залетает мяч ну и голкипер бенфики не понимает как это произошло но как можно не назначить роналду лучшим игроком месяца октябрь когда он уже в начале ноября вот так вот разбирается с бенфикой забросик на венисиуса венисиус полетел полетел в штрафную соперника прострел модрич какая передача модрича это просто фантастика и кто там юрий тилиманс но как же лука сыграл красиво да он не дотягивался казалось бы теряет мяч но он успел сориентироваться и выдать пас пяточкой внешней стороной стопы это конечно фантастика но и тилиманс не дожидаясь пока мяч упадет на газон расстреливает ближний угол это 3-0 пробить не получилось роналду уже не может бежать у него началась такая небольшая кривизна в ударах еще момент и снова юрий тилиманс примерно с той же точки с которой он забил пробивает в ближний снова сходу но на сей разгал кипер бенфиги успевает отразить но арбитр свистеть здесь уже все понятно это победа 3-0 этот дубль криштиану роналду и шикарная комбинация завершением юрия тилиманса мы ребята и лидируем с 12 очками с четырьмя победами на первом месте в группе у нас продолжается борьба в чемпионате испании мы с барселоной по-прежнему имеем одинаковое количество очков у нас по 12 сыгранных матчей по 32 очка ну а роналду признан лучшим игроком месяца октябрь а это значит что три месяца подряд роналду у нас лучший игрок но и в ноябре он уже начал забивать так что будем стараться и в этом месяце показать себя максимально продуктивно у нас игра против велериала играем дома и ребята поехали сейчас очень важно и вот в таких матчах чемпионата не уступать завоевывать три очка поскольку барселона не намерена сдаваться они даже проигрывая по ходу эль классика все равно смогли в концовочке забить и сохранить хотя бы ничью что помогло им не отстать от нас турнирной таблицы и вот сейчас то самое время когда команды начинают уставать матчей довольно многое уже совсем скоро нас ждет матчи за супер хубок испании где возможно у нас снова будет эль классико если у нас получится победить ну и так оценка не ниже восьми с половиной не проиграть матчей достигнуть в соотношении голов если бить то не очень много и желательно забивать здорово юрий тилиманс удар по воротам тилиманс скотина роналду асенсио ну ребята роналду стоял совершенно один тилиманс скидка в центр и вот здесь роналду пытался пробить казимира удар за ударом сейчас идет но вот здесь вот к сожалению соперник накрыл 24 минуты позади не снова вели реал в атаке они уже в нашей штрафной разыгрывают на левом фланге волкер встречает соперника и рядом юрий тилиманс но пока никак не получается отбиться подача в штрафную где все спокойно роналду у нас 30 минута пока 00 вели реал сегодня проигрывать не намерен роналду хороший заброс на асенсио скидочка дальше тилиманс дальний удар поворотом от него и снова галкипер тащит и еще одна подача им ох роналду подстраивался ножницами под мяч и в этой ситуации но и не попал к сожалению по мячу у нас остается последние пять минут первом тайме вели реал в новой атаке у них сегодня получалось не очень много но ребята и у нас какой-то сверх опасности тоже в матче пока не было мы создавали моменты тилиманс роналду но вот теперь здорово прошла передача на венисиуса роналду пытается поддержать эту атаку скидка в центр тилиманс еще удар сегодня он не намерен в этой встрече делиться мячом можно было выкатить и на роналду но тилиманс снова пробивает матч барселоны пока что не начинался поэтому как они сыграют свой матч мы узнаем позже ну а нам ребята нужно прибавлять нужно все-таки выигрывать в этой встрече моментов было побольше чем у вели реала но забить мы все равно пока не смогли криштиану роналду венисиус накатил ему на галкипер снова спасает венисиус и снова галкипер ну либо оборона либо вратарь сегодня ребята стоят стеной не хотят футболисты вели реала сегодня проигрывать ну а вот теперь в контратаку понеслись это марена передача в центр опасно удар поворотом есть и вступает в игру курту а 66 минута новая атака вели реала заброс на правый фланг там свободно продолжается атака но дойдет ли дело до удара удар гейз заблокировали и пенальти мяч попадает руку вот это ребята уже неприятно вели реал зарабатывает право на гол у нас лука модрич выходит на поле марена берет разбег бьет поворотом идти бы курту а угадывает угол но не добирается до мяча это 0 1 гости выходят вперед а времени остается все меньше меньше 10 минут до конца вели реал сейчас в атаке здесь мяч потерян а вот теперь нужно бежать роналду и снова передача не проходит ребят начинается какое-то волнение и простой ситуации мяч потерян меньше пяти минут до конца и вели реал снова идет в атаку подачи на дальнюю штангу удар поворотом порту а мяч забирает руки ну и побыстрее побыстрее выбрасывать роналду хорошая передача на родриго тот бьет и тащит голки пер этот момент ребята был финальным в этом матче к сожалению первое поражение мы теряем очки и если барселона выигрывает сейчас в своем туре своем матче либо играет ничью она все равно опережает нас у нас снова ребята отборочные матчи на евро здесь два матча будет со сборной ирландии со сборной польши ну и давайте сыграем тогда один из них в этой серии против ирландцев которые идут третьими вот они стартовые составы и ребята поехали обидно конечно было проиграть вели реалу мы создавали больше моментов один юрий тилиманс мне кажется создал больше моментов чем вся команда вели реала за 90 минут но на 11 метровый все решил они смогли его реализовать самое обидно еще наверное для тива курту а что он угадал угол но не смог отбить и так нужно отдать одну голевую 60 процентов минимум клаван командного владения мечом и оценка 90 здесь нужна только победа ребята если мы хотим со своей сборной выходить на евро спрашивали меня также в комментариях почему роналду не капитан сборной ребята это не от меня зависит я никак это настроить не могу ну вот так фифа распределила здесь понимаете играя за роналду фифа не считает что это роналду ну вот игровой так скажем да она больше считает что это наш персонаж и тебя могут оставлять на замене ты можешь не быть капитаном это в порядке вещей это игровые моменты сбивают роналду арбитр считает что это подкат в чистую и никакого нарушения правил нет перевод на правый фланг атаку разгоняем а здесь ребята потеря но продолжается атака тоненький пас на роналду удар поворотом и гол 1-0 криштиану роналду забивает на 16 минуте красиво красиво сыграно и снова очень тоненько выдержана линия офсайда задержался немножко как мы видим центральный защитник 22 номер именно из-за него не было офсайда ну а криштиану реализует свой момент и выводит свою сборную вперед 1-0 классная передача гонсалвис удар поворотом и пытался он повторить момент криштиану роналду остается пять минут и знаете игра протекает как-то довольно спокойно и такое чувство что это товарищеская встреча и здесь результат не важен но если мы впереди и все комфортно то вот ирландцам нужно забивать если они хотят пройти на евро еще один момент но здесь мяч уходит далековато и тем не менее главный арбитр считает что это угловой криштиану подачи на дальнюю и отбились параллельно матче и выигрывает сборная польши это нам на руку потому что у них равенство по моему очков если не ошибаюсь со сборной ирландии в общем там плотненько все в турнирной таблице немцы впереди у них больше всех но мы выиграли у них и поэтому сейчас есть шанс хотя бы приблизиться ну а дальше уже будем смотреть возможно получится и в ответ на матче с ними выиграть прострел удар 2-0 вот и гонсалвес забивает вот так вот начинается для нашей сборной второй тайм красиво разыгранная атака хорошая подача с левого фланга и классное завершение гонсалвеса он просто расстрелял ворота ирландцев и в итоге 2-0 на 51 56 минуты ирландия не сдается разыгрывать сейчас классно на левом фланге передача в штрафную удар поворотом рой патрисио добрался до мяча ну а здесь уже нужно ребята додавливать криштиану роналду заскочил штрафную роналду убирает соперника пробил из-под ноги но мяч на легко достался голкиперу ренату санчеш не попадает створ ну какой момент у нас что не удар поворотом то ребята опасно рафа выходит вместо поданца привычная для нас замена здесь угловой подача в центр криштиану не дали пробить а вот здесь голкипер далековато выбежал и сейчас он мог за это воплотиться 72 минута еще один опасный момент удар поворотом заблокировали подача на дальнюю штангу роналду немножко поля не хватило чтобы замкнуть этот пас мяч уже был на самой ленточке но и остаются считанные минуты посмотрим арбитр еще что-то добавит они решили уже даже в атаку не идти и все финальный свисток это победа ребята это три очка следующей серии мы продолжим надеюсь этот выпуск вам понравился поддержите его лайком пишите комментарии подписывайтесь на канал ну а с вами вы локи всем спасибо всем пока